Упростите выражение. Задание под номером 1 мы сейчас решим, а вот задание под номером 2 попробуйте решить самостоятельно. Свои ответы пишите в комментариях под этим видео. Начинаем рассуждение с квадратных корней, подкоренные выражения которых должны быть неотрицательны. То есть произведение a на b должно быть больше или равно нулю, и минус a, учитывая, что второй корень находится в знаменателе, должно быть строго больше нуля. Умножаем обе части второго неравенства на минус единицу и получаем неравенство для a. a должно быть строго меньше нуля. Теперь можно разделить обе части первого неравенства на a, которое, как мы теперь знаем, должно быть строго меньше нуля. То есть знак неравенства, так же как и в первом случае, нам нужно будет поменять на противоположное. В результате получаем b должно быть меньше или равно нулю. И вот теперь будем упрощать. Для этого попробуем числитель разложить на множители и сократить дробь. Для начала подкоренное выражение под знаком первого корня представим в виде произведения неотрицательных чисел. То есть произведение а на b можно будет записать как минус а умножить на минус b. А второе число вместе со знаком минус, которое должно быть положительным, мы запишем в виде квадратного корня в квадрате. Тогда в результате получим плюс квадратный корень из минус а и все это в квадрате. И знаменатель пока перепишем. Первый корень из произведения двух положительных чисел можно записать как произведение корней. То есть это будет корень из минус а умножить на корень из минус b. Плюс второе слагаемое можно переписать или чтобы было еще более наглядно записать в виде произведения корней. Корень из минус а умножить на корень из минус а. Знаменатель переписываем. И вот теперь в числителе мы можем общий множитель, то есть квадратный корень из минус а, вынести за скобки. Тогда в скобках у нас останется квадратный корень из минус b плюс квадратный корень из минус а. И все это нужно разделить на квадратный корень из минус а. Сокращаем на квадратный корень из минус а, который не равен нулю. И окончательно получаем квадратный корень из минус b плюс квадратный корень из минус а. Задача решена. Попробуйте самостоятельно решить похожую задачу. Свои ответы пишите в комментариях под этим видео. Спасибо.